Искать справедливости Наля Булатова пришла к первому заму главы города Владимиру Василенко на еженедельное совещание по вопросам ЖКХ. Жалуются, крыша 42-го дома по Печорской, где она живет, протекает несколько лет. Управляющая компания ремонтировать ее отказывается. Впереди дождливая осень и снежная зима, а значит еще один отопительный сезон, им придется жить в холоде и сырости. Потолки постоянно влажные. И грибок там, и все болячки. И с года в год ходим с обращением. То есть исправьте нам, ради бога, кровлю. Но нас не слышат, не хотят нас слышать, не хотят с нами разговаривать. Это ЖКС, который вот сейчас вот на данный момент управляющая компанией. Управляющим компаниям, муниципальным предприятиям и районным администрациям первый зам главы города напомнил, что начало отопительного сезона не за горами. И пора закругляться с ремонтными работами. Это касается и крыш, и теплосетей. Осталось довести до ума несколько объектов, в том числе и кровлю на Печорской 42. А управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, уйдут с рынка коммунальных услуг в Самаре. Сегодня будет заседание комиссии по лицензированию. Вот в этом вопросе жесткий момент по отказу управляющим компаниям в однодневком давать лицензию. Работать нужно оперативнее, напомнил подчиненным Василенко. А к следующему понедельнику подготовить полноценный доклад главе Самары Елене Лапушкиной. Отчитаться по готовности города к зиме должны главы районных администраций, департаменты образования и городского хозяйства, а также СКС и газовики. Основной доклад делаю я, чтобы была информация вся выверена. Особенно я обращаюсь к Кировскому району. У него всегда информация не стыкуется. По предварительным прогнозам синоптиков зима будет ранней, поэтому в зависимости от температуры на улице отопительный сезон в Самаре может начаться раньше обычного срока. В начале октября в дома планируется подавать тепло, а к 25 сентября запустят котельные. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.